всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука вот я показывала как я обрабатываю семена перца фитоспорином и сейчас я расскажу какие перцы я выбрала для самых самых первых посевов и какие я буду с наклёвыванием ну да прорастания ждать а какие будут сеять сухими семенами вот смотрите такой ролик уже был на эту тему зачем до наклёвывания напомню что если вы сомневаетесь в качестве семян если у вас семян таких очень-очень мало то лучше поместить их и ждать когда они проклюнутся и высевать уже проклюнувшиеся семена особенно в раннее время когда мы сеем вот я вот набрала много магазинных всяких новых сортов и я не хочу занимать место в лотке посеяв 10-20 дождаться там три или четыре ростка я лучше посмотрю какие из них проклюнутся и посажу уже ну посею то есть те семена которые уже дадут росток вот все магазины и новинки которые я купила в этом году я все все буду дожидаться до фазы наклёвывания то есть не прорастут если не буду высаживать если прорастут значит буду высаживать как я буду держать я вот и подержала несколько часов в растворе фитоспорина этого достаточно чтобы семена обеззаразить если у них на оболочке есть какие-то вредоносные бактерии они скорее всего погибнут потому что этот биофунгицид как раз для искоренения вот этих болезнетворных бактерий дальше она же вот это вот влага будет испаряться высыхать конечно и потом уже добавлять туда я буду раствор эпина раствор эпина всем известен ими пользуются пинами очень много лет многие вот один миллилитр концентрированный тут но сначала изначально он был японского производства потом с 2003 по моему японский препарат перестали у нас продавать и стали производить отечественный я учитала в статьях что концентрацию уменьшили в 10 раз то есть он стал более слабым но все равно мы им пользуемся многие им довольны и я хочу сказать такой нюанс что мы думаем что замачивание в эпине только для ускорения прорастания семян но я много научных статей читала и написано что вот если мы держим в таких стимуляторах роста наши семена то возможно это растение и сократится срок до созревания и у него будет иммунитет весь период повышен то что мы заложим всеми это все отразится на всей дальнейшей жизни вот дальнейшее я буду в эпине держать и буду проверять каждый раз и смотреть все про это я уже все рассказывала все я сказал но они у меня получится что будут посеяны во вторую очередь потому что пока они сейчас набухнут пока они проклюнутся я пишу не скоро дождусь а в первую очередь у меня будут посеяны семена моей но сухие без такого-либо замачивания и без таких либо обработок эти семена я буду сеять в первую очередь вот уже на следующей неделе где-то 25 23 числа вот это доморощенные семена которые я собираю сама с перцев и так как их побольше уже над ними я могу не трястись и не ждать сколько семечек прокрунется я просто их посажу погуще если какое-то не взойдет значит возьму только те которые взойдут потому что повторяю стопроцентной всхожести почти нет ни одной культуры но если у меня много семян мне нет смысла вот такую процедуру проводить они у меня я пролью бороздки питательным раствором они у меня там и набухнут там и проклюнутся в земле и зайдут конечно это будет намного дольше поэтому вот такие семена сухие я высеваю раньше других вот сейчас числа 22 23 января когда я буду сеять и обязательно снимаю в этот же день выложу покажу вам я буду сеять в первую очередь сухие семена но буду сеять какие сорта я уже говорила которые буду выращивать в теплице это обязательно условие для открытого грунта очень рано и которые буду выращивать для получения раннего урожая то есть какую-то минимальную часть и вот так получается что в первые партии у меня входят для получения раннего урожая свои сухие семена без предварительного замачивания без проклёвывания во вторую партию я посажу буду сеять семена которые буду ждать до наклёвывания это те толстостенные высокорослые новинки которые из магазина а потом в феврале буду сеять все остальные буду дальше вам рассказывать сразу скажу про грунт про грунт я видео сняла вы увидите вот для этих семян они для этих вот для этих у меня уже подготовлен грунт я землю протравила марганцовкой то есть создала почти стерильный грунт без каких-либо там вот таких микроорганизмов туда же добавлю ложку золы обязательное условие для перцев потому что ну везде читала я так делаю я знаю что перцем нужно все таки вот у меня кислая почва и даже если она почва не кислая им нужно вот это добавление перца как это называется то раскислять почву добавляю ложку золы в обязательно в перце но я автоматы добавляю нынче у меня проблема с золой золы не было очень мало и все потом уже когда они взойдут когда они будут расти я туда немного раствором фитоспорина для полива рабочий раствор сделаю я полью и так что я получу сразу две вот этих два фактора которые должны быть на начальной стадии у меня будет стерильность в лотке с перцем а потом когда появятся уже мои растения маленькие всходы и когда нужны будут вот эти полезные микроорганизмы я заселю туда фитоспорин все вот это ранние посевы самые самые первые про которые некоторые пишут что не надо так мучиться не стоит их сеять но многие сеют вот у меня сибирский регион у нас очень короткое вот это лето и для того чтобы вот такие толстые здоровые перцы покушать в спелом виде нам приходится начинать посевы в конце января и в начале февраля но в течение февраля нужно конечно посеять весь перец даже для открытого грунта кроме конечно самых маленьких скороспелок карликовых все до свидания в этом коротком видеоролике я вам рассказала какие перцы я буду сеять в первую очередь в каких растворах я буду держать вот этот который до наклевывания и в какой грунт я буду садить первую партию перца до свидания